Всем добрый день, это новости Кипра на Russian TV World, с вами здесь в студии Елена Назарова. Вот какие новости мы обсудим в этом выпуске. С 15 октября вступил в силу новый масочный режим. Инвестиционная программа Кипра попала под расследование совершенно случайно, а сотни митингующих требуют отставки президента. В маске всегда. С сегодняшнего дня ее необходимо надевать каждый раз, когда вы входите в закрытое помещение, в котором находится более двух человек. В том числе и речь идет о проезде в общественном транспорте, включая личные автомобили, то есть если в машине более двух человек, ехать они должны в масках. Обязательны маски и в лифтах, и на строительных площадках. Можно не надевать маску у себя дома, во время потребления пищи, в личном автомобиле, если вы едете один, а также в спортзале, во время физических упражнений, в том числе и танцев. Также от масок освобождаются повара ресторанов во время приготовления пищи и люди с особыми неврологическими расстройствами, имеющие соответствующую справку от врача. Отсутствие маски карается штрафом в 300 евро для частных лиц. Кипр прекратил выдавать гражданство за инвестиции, и это уже не новость. Репортер под прикрытием Аль-Джазиры под кодовым именем Энджи рассказывает о том, как она разоблачила высокопоставленных кипских политиков, готовых помочь осужденному преступнику получить паспорт. Ее коллега и Энджи выдавали себя за представителей безымянного вымышленного клиента, которого они называли господином Икс. Легенда была такова. Ультрабогатый китайский бизнесмен бежал из Китая после того, как его обвинили в получении взятки и отмывании денег. Якобы он заочно приговорен к семи годам лишения свободы, а теперь хочет купить кипрский паспорт. По признанию организаторов расследования, Кипр возник в этой истории случайно. Их команда изначально хотела разоблачить коррупционную ситуацию в Великобритании с аналогичной историей про фиктивного китайского бизнесмена. Тогда-то один из людей, с которыми они имели дело, сообщил, что гораздо проще их клиент сможет получить новый паспорт на Кипре. После публикации расследования правительство острова объявило о прекращении кипрской инвестиционной программы, а генеральный прокурор Джордж Савидас начал полное расследование доказательств, представленных в документальном фильме. Димитрий Силорис, председатель партии представителей, сообщил, что будет воздерживаться от исполнения своих обязанностей до завершения расследования. Другой фигурант Крис Тагес Джованни ушел в отставку со своей должности члена парламента и со всех своих должностей в партии Экель. Сотни людей в среду собрались возле конференц-зала Никосея, где в настоящее время находится парламент. Они выражали протесты, требовали полной отставки председателя палаты представителей Димитриса Силориса, который фигурировал в разоблачительном видео о гражданстве за инвестиции. Демонстранты устраивали аналогичный митинг еще и во вторник, держа плакаты с надписью «Это не наш Кипр», имея в виду, что настоящий остров совсем другой и не имеет отношения к действиям отдельных людей. Они также требовали отставки президента Никаса Анастасиадиса и уголовного преследования лиц, причастных к коррупции. Все курсы бакалавриата и магистратуры Кипрского технологического университета переходят в онлайн как минимум с 15 по 28 октября. Также сегодня, 15 октября, районное почтовое отделение Лимассола закрыто из-за пандемии коронавируса. И снова, дорогие друзья, мы приглашаем вас быть нашими мобильными репортерами. Если рядом с вами происходит нечто удивительное, чем вы хотите поделиться со всеми жителями Кипра и зрителями Russian TV World, доставайте мобильный телефон и снимайте. Высылайте ваше видео на адрес, который вы сейчас видите на экране. Обязательно укажите ваши контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и уточнить подробности того, что вы сняли, прокомментировать и, конечно же, поставить в программу новости Кипра. Большое спасибо вам всем за содействие. Это были все самые важные и интересные новости Кипра, которые мы хотели рассказать вам к этому дню и к этому часу. С вами Диз Студии была Елена Назарова. Смотрите первый русскоязычный телеканал Кипра Russian TV World и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok